Новогодних праздников с особым нетерпением ожидают, конечно же, дети. Ведь это пора подарков, сюрпризов, исполнения желаний. Любят его и за утренники, ведь на них самыми главными гостями являются Дед Мороз и Снегурочка, а также персонажи из разных сказок. С особым трепетом таких мероприятий ждут все ребята, но особенно те, кто сегодня болен, тяжело. Говорят, под Новый год чудеса случаются. Именно эта вера и поддерживает ребятишек с такими неподетски взрослыми недугами. Именно поэтому представителями городской организации «Красный крест» для них традиционно организовываются утренники. Этот год не стал исключением. Это уже стало традицией Красного креста, и мы этот праздник уже проводим в шестой раз, новогодний утренник. Мы, в общем-то, нам нужно помещение. И поэтому мы присоединились, попросили Центр дополнительного обучения, чтобы они организовали нам этот праздник. Всегда они нам предоставляли помещение, а мы приглашали волонтеров, Деда Мороза, Снегурочку. Но в этот раз спасибо им, они организуют очень интересное представление. Я думаю, детям будет очень радостно. Все дети хотят праздника, все дети хотят Нового года, подарков, Деда Мороза, Снегурочку. Вот наши же дети им устроили такой праздник. Вы видите, что у нас полный зал зрителей, очень ждут этого праздника. И готовились к этому празднику артисты. Они все волнуются, они все, и родители артистов, все волнуются, все хотят, чтобы подарить друг другу тепло. Для того, чтобы создать незабываемый праздник для ребят, организаторами мероприятия, совместно с воспитанниками Центра дополнительного образования детей и молодежи, была проделана большая работа. Поставлен красочный спектакль, подготовлено множество музыкальных номеров. А для того, чтобы каждый ребенок получил новогодний подарок, за две недели до мероприятия в торговых центрах города были установлены специальные копилки, в которых каждый желающий мог пожертвовать какую-то сумму денег. Общими усилиями удалось собрать средства для покупки сладких гостинцев. Прежде чем провести это мероприятие, у нас предстояла большая работа. У нас в течение двух недель были установлены копилки в торговых центрах города Бреста, где дежурили волонтеры Красного Креста, которым мне хотелось бы сказать огромное спасибо. Только благодаря им мы собрали денежные средства и проведем мероприятие и для детей, страдающих онкозаболеваниями, и для детей, страдающих детским церебральным параличом, и детей, признанных находящимися в социально опасном положении. Мероприятие для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, стало по-настоящему зрелищным. Интересная постановка любимой всем сказки «Снежная королева», яркие костюмы юных артистов, многочисленные песни и танцы – все это заставило главных гостей утренника окунуться в волшебную атмосферу Нового года. Нам очень приятно делать им такое душевное открытие. Для них это тоже праздник. Они тоже такие же люди, как и мы. Ты даришь им свое тепло, свою любовь, и они вот сидят и чувствуют вот это вот. Просто глаза горят. Нам очень приятно участвовать в таких вообще постановках и для особых детей, так как это нам приносит радость, мы видим их улыбку, и нам это очень приятно. Видите, ну вот просто детскую улыбку. Приятно заниматься полезным делом? Конечно. Это приносит радость для твоей души. Все дети одинаково ждут новогодних праздников. Здоров ли ребенок или болен он радуется сказке, которую приносит Дед Мороз и Снегурочка. И именно чудо, которое происходит на каждом утреннике, чудо задорного блеска в глазах малышей, вынесших не детские страдания, заставляет краснокрестовцев вновь и вновь выходить на улицы с копилками, объясняя, для чего и зачем собираются деньги. И радостно отметить, что и в этом году брестские жители не остались в стороне. Продолжение следует...